Нашему эфиру подключается Михаил Подоляк, прямо сейчас советник главы Офиса Президента Украины. Михаил Михайлович, здравствуйте, рады вас видеть. Михаил Михайлович, приветствуем. Да, да, добрый день. Михаил Михайлович, в контексте поддержки, которую сегодня западные партнеры оказывают украинской стороне, в Министерстве обороны США заявили, что Вашингтон не уклоняется от ответа и поддерживает возвращение временно оккупированного Крымом в Украине любыми способами. Об этом заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Синг заявила. Комментирую заявление, кстати, нашего министра обороны Алексея Резникова. В этом контексте интересно прозвучало заявление начальника объединенных штабов Соединенных Штатов Америки генерала Милли о том, что, возможно, в 2023 году Украине не удастся военным путем во всяком случае вернуть все временно оккупированные территории. Что это? Выражение сомнения или озвучивание планов о предоставлении дополнительного вооружения, которое приблизит эту победу? Как вы считаете, как вы поняли это заявление? Смотрите, всегда исходим из пессимистических сценариев, да, и, кстати, господин Милли говорит о том, что это один из возможных вариантов развития ситуации, я имею в виду на 2023 год, если, и вот дальше вступает как раз-таки вопрос «если». Если мы не получим объема оружия, которого необходимо, если санкции экономические не доработают Российскую Федерацию с точки зрения возможности получения тех или иных дополнительных, скажем так, атрибутов для производства оружия, ну то есть, грубо говоря, вот этих «если» очень много, то есть сценарий то, что в 2023 году можно не освободить что-то из территории, которые временно оккупированы Россией, это как самый пессимистический сценарий, от которого отталкиваются наши партнеры, и, соответственно, они говорят, что нужно. Вот и Рамштайн восьмой проходил, да, под вопросом, что конкретно нужно. Я сейчас объясню, почему там не все было до конца решено, что нам нужно действительно, но сегодня вот вы начинали с заявления о том, что Крым может быть освобожден любым способом, включая военные. Вот мы с вами, если бы полгода, и, кстати, мы с вами говорили полгода назад о Крыме, то это воспринималось так, смотрите, все можно делать, но Крым, давайте как-то выведем за скобки, Крым военным путем, это очень страшно, потому что с 2014 года по умолчанию Россия как бы зафиксировала, что она там действительно очень страдательно относится к Крыму, имеется в виду, что для нее это будет очень болезненный вопрос. Сейчас Крым точно так же рассматривается как необходимость для правильного финала войны, яме до освобождения Крыма. И точно так же мы сейчас возвращаемся к тому, что, конечно же, если Украина не получит надлежащую номенклатуру, надлежащий объем инструментов дальнейшего ведения войны, то, конечно, война может затягиваться. И вот тут господин Мили позволяет вести диалог, ну то есть своей фразой позволяет вести диалог о следующем. Первое. Так а что нужно Украине для того, чтобы можно было эффективно закончить войну в 2023 году? Это первое. Второе. Если это не будет, заинтересован ли мир в том, чтобы, я имею в виду цивилизованную часть мира, в том, чтобы эта война затягивалась? Третье. Если война затягивается, то какой в этом смысл с точки зрения агрессии России? Потому что Россия, и вы это видите, в течение 11 месяцев постоянно повышает ставки. То есть она уже не скрывает, что убивает здесь граждан мирных, она не скрывает, что атакует гражданскую инфраструктуру и центры городов, она уже не скрывает, что во время атаки на Восточной Украине полностью уничтожает города, потому что считает их военными целями, которые нужно разрушить. И Россия не скрывает, что она пришла оккупировать территорию не для того, чтобы там развивать жизнь, а для того, чтобы там уничтожить жизнь. Россия это уже не скрывает. Так вот, это третий вопрос. Если вы хотите затягивания конфликта, то тогда вопрос, а что хотите на выходе получить? Разрушенную часть территории Украины в полном объеме. Если нет, тогда это вопрос конкретной математики и поставок оружия Украине. Я вот так смотрю на, скажем так, дилемму, которую обозначает господин Милип. Понятно. 2023 год звучал не раз в заявлениях. Успеем, не успеем. Скажите, Михаил Михайлович, вот по итогам этого Рамштайна, вы увидели то количество инструментов или, по крайней мере, ту тенденцию в поставках, какие-то новшества, изменения, которые позволят до конца 2023 года освободить украинские территории? Я увидел и позитив с одной стороны, и негатив с другой стороны. Позитив звучит следующим образом. В исполнении, особенно некоторых стран, особенно имеющих отношение к Северной Европе. Они прямо говорят, что мы готовы отдать все, что у нас есть, в полном объеме, артиллерию, РСЗО. У них просто не так много. Я имею в виду и Швецию, и Данию. Это маленькие страны с точки зрения количества военной техники, которая у них есть. Страны Балтии и так далее. Они прямо говорят, что мы понимаем, первое, природу войны, второе, понимаем ресурсы необходимые, какие нужны ресурсы для того, чтобы эта война шла в правильном русле. И, наконец, третье, мы категорически настаиваем, что Украина должна выиграть эту войну и готовы ради этого отдать все. Вот мы готовы освободить все свои арсеналы в пользу Украины. Вот что продемонстрировала Северная Европа. И это очень хорошо. И эти факты зафиксированы в Робштайне восьмом. То есть, грубо говоря, вот эти пакеты от разных стран, они четко оговорены в рамках Рамштайна, логистика прописана, не все мы можем озвучить, не всю технику, которую они передают, безусловно, мы можем озвучить. Но, тем не менее, есть понимание уже к восьмому Рамштайну, к сожалению, только к восьмому, что нам необходимо гораздо больше снарядов тяжелых калибров, потому что война артиллерийская. Нам необходимо специальное оборудование для реактивных систем залпового огня. И желательно, чтобы его тоже было много. Нам необходима любая бронетехника. И наши партнеры из Северной Европы ее передают. Вот эта часть у меня вызывает крайне позитивные эмоции. Вторая часть, которая вызывает у меня точно такие же позитивные эмоции, это то, что политические оценки войны очень конкретные. Практически все страны, включая того же представителя Германии, говорят прямо, Россия должна проиграть, и для этого Украине нужно дать все инструменты. И вот третья часть у меня вызывает очень странное ощущение. Если вы это понимаете, то есть если вы уже избавились страха перед Россией, если вы уже понимаете природу этой войны, вы понимаете, что Россия не остановится где-то, захватив немножко территорию, как в 2014 году, и в принципе перейдет к существованию в рамках международного права. Если вы это понимаете, что Россия сюда пришла не захватить опять же часть территории Запорожской области, а убить максимальное количество людей, которые хотят жить в Украине именно, и по правилам Украины и так далее, если вы все это понимаете, тогда возникает вопрос, а почему не сформировано и не заявлено прямо на Рамштайне о создании европейской танковой коалиции, потому что мы говорим сегодня о двух ключевых инструментах освобождения территории Украины и приближения финала войны, это танки и это ракеты повышенной дальности. Если вы все понимаете, то почему есть какое-то сомнение, и если вы избавились от страха перед Россией, то почему есть какое-то сомнение, что нужно прямо здесь и сейчас сформировать коалицию и спокойно передавать эти танки Украине, потому что по-другому не будет. Если вы сомневаетесь в необходимости передачи танков, то тогда, пожалуйста, выходите и прямо об этом говорите. Скажите, да, мы еще боимся России, да, мы считаем, что они имеют право зайти на территорию любой другой страны, в том числе в Украину, и убивать там людей безнаказанно. Да, мы считаем, что международное право никому не надо. Да, мы считаем, что европейские ценности, о которых мы говорим, свобода, демократия и так далее, это фиктивные, и любая авторитарная страна может их попирать в полном объеме. Вы тогда так скажите, тогда мы будем понимать. Или скажите иначе, то есть не бойтесь назвать. Скажите, мы еще не увидели достаточно смертей украинцев, которые не получают все необходимое оборудование, оружие, в том числе танки, тяжелых модификаций, для того, чтобы освобождать территорию и минимизировать свои потери. Мы, наверное, еще не насладились количеством смертей, которые видим в Украине. Вы тогда нам так скажите, мы будем понимать мотивацию. Потому что сегодня на фоне... То, что вы говорите, да, понятно, что это политическое самоубийство, если какой-то европейский политик выйдет и скажет, нам действительно недостаточно смертей украинцев. Я понимаю, что вы эмоционально к этому призываете к честности, в первую очередь, да, а не к двойной игре. Как вы думаете, вот для себя вы нашли ответ, а почему они действительно, ну вот еще колеблятся в таких вопросах, как поставка танков, о которых мы действительно не раз уже в эфирах говорили? Это реальная причина. Неужели страх перед Россией? Психология. Психология. Психология, еще раз скажу, да. Это не вопрос страха перед Россией. Это совокупность факторов. Вот ты привык жить на вторых ролях, к сожалению. Вот очень много стран в континентальной Европе привыкло жить на вторых ролях. То есть не брать на себя всю ответственность, играть в игру, говорим одно, делаем другое. Играть в игру, маскируем какие-то сложные вопросы и говорим очень примитивным языком о сложных вещах. Отойти на второй план в случае необходимости и так далее. Сейчас момент фундаментальный, когда вопрос решается, либо мы имеем единое европейское пространство, где есть определенные правила, либо его нет. И тогда вы можете делать все, что хотите. Я имею в виду такие страны, как Россия. Мы будем вас продолжать бояться. Есть еще одна составляющая. То есть, грубо говоря, вот этот психологический фактор, который не позволяет странам Европы взять на себя лидерство до конца. Да, но тут интересный момент. Ведь речь идет в основном о государстве, например, если в контексте танков «Леопард», которое, ну, среди прочего, позиционирует себя как одного из лидеров Европейского Союза, одного из лидеров Европы. И тут же возникает, или все еще сохраняет актуальность, английский глагол «ту шольц» или «шольцуваты» украинскую. То есть обещать что-то столь необходимое или критически необходимое, а в дальнейшем предпринимать любые шаги для затягивания поставок или даже отмены поставок этого необходимого. Отсюда возникает резонный вопрос. Как вы считаете, будет ли Берлин против, чтобы другие украинские союзники предоставили немецкие танки «Леопард» нам? Германия долгое время, давайте прямо говорить, находилась под каким-то демоническим влиянием Российской Федерации, особенно с 1997 года начиная. Германия искренне считала, что вот у нее есть чувство вины, во-первых, за Вторую мировую войну в целом перед Европой и прежде всего перед Советским Союзом. Во-вторых, очень интересно вести бизнес с Российской Федерацией. Что ж у нас со связью, у нас сегодня какая-то большая проблема. Звук не отстает, Михаил Михайлович. Звук слышим в прямом эфире. Значит, и вот в этом плане немецкий бизнес очень быстро интегрировался в классические российские схемы, да, ну такие вот сероватого типа, когда ты можешь получить дополнительный доход, скажем так. И немецкий бизнес очень сильно в последние 10 лет ориентировался на Россию, позволяя зарабатывать большие деньги, не всегда белые. Я просто буду вещи называть своими именами, я понимаю, что это не всем, может быть, приятно будет слышать и так далее. И им сейчас нужно отказаться от двух вещей. Первое. От исторического ощущения вины. И, соответственно, Германия так и не стала континентальным лидером, да, то есть страной, которая действительно не только в экономике доминирует, но и в политических процессах доминирует. Ну и то есть и принимает какие-то ответственные общие решения или инициирует их приятие. И вторая часть — это очень большая вовлеченность в российские бизнес-схемы. И вот от этих двух вещей тяжело отказаться, да. То есть мы видим постепенный отказ от первой части, когда Германия действительно понимает, что политически выглядит незрело, и, наверное, нужно делать более весомое заявление и брать на себя ответственность. И в то же время мы видим, что они до какого-то этапа доходят, и в этот момент их стопорит. И вы знаете, что меня удивляет? Меня удивляет другая вещь. Меня удивляет, ведь это очевидно, об этом говорят все. Вот все тотально другие страны, мы, наши дети, говорят об этом. Возьмите на себя наконец-то лидерство, пожалуйста. Или, ещё раз подчёркиваю, или тогда скажите у себя в стране. Не выдумывайте никакие причины. Вы знаете, я услышал буквально два дня назад в Бундестаге выступление. Я не помню фамилию, потому что очень странный человек. Я так понимаю, что он долгое время сотрудничал с русскими. Имеет отношение к какой-то из немецких партий. В Бундестаге выступление. И вот буквально он говорит, смотрите, мы же тут технику какую-то давали, мы же тут какую-то помощь оказываем, это не привело к миру. Так давайте резко остановим всю помощь, и пусть там всё закончится. Ну то есть, понимаете, человек открыто такими эфмеизмами говорит о том, что давайте перестанем помогать Украине, и тогда наступит мир. Вы понимаете, насколько омерзителен этот человек? Ну то есть, грубо говоря, он говорит, смотрите, давайте перестанем им помогать, пусть их быстрее убивают массово, чтобы было больше смертей. И вот этот человек носит фамилию немецкую, и у него ещё написана партия, принадлежность конкретной партии. Да, и ведь никто там в Бундестаге, знаете, так равнодушно сидят в телефонах, листают, никто не поднял глаза, сказал, вы о чём говорите, уважаемый? Вы реально сейчас в трибуны говорите о том, давайте позволим России убить ещё 100 тысяч украинских детей, только для того, чтобы вы вот здесь выступали? Вы понимаете, вот у меня это в голове не укладывается. Они позволяют этим субъектам реально влиять на своё общественное мнение. То есть выходит этот, и ведь он не будет нести никакого наказания. Он реально искренне верит. Я не сомневаюсь, что он в каком-то интересе российском находится. Он ведь искренне верит, что это же правильно, он говорит. Давайте перестанем помогать Украине, пусть их быстрее вырежут. Я вам напомню одну вещь, наверное, сейчас все уже об этом забывают после 11 месяцев войны. В начале войны у многих европейских стран, не у многих, а у некоторых европейских стран было такое вот интересное представление о течении войны, что если Украина упадёт очень быстро, то, собственно, ничего сложного и не будет, ничего катастрофического и не будет. Вот они так мыслили, понимаете? И сейчас отголоски вот этого мышления ещё есть. К сожалению, нам нужно работать с этим. Мы не должны обвинять, включая Германию, ни одну страну, потому что они в любом случае нам помогают. Это первое. Второе. Но мы должны понимать, что вот эти отголоски ещё работают, и поэтому должны скрупулёзно, ежедневно пояснять. Вы либо-либо, либо скажите, что вы готовы смотреть, как нас убивают, потому что мы сдаваться не будем, либо объясните рациональные причины отказа помогать, потому что, а теперь возвращаясь к главному, потому что Вторая мировая война шла по следующему сценарию. Был Советский Союз, который взял на себя в какой-то момент основной удар атак нацистского режима. В этот момент была сформирована антигитлерская коалиция, которая и финансово, и в военном смысле очень существенно помогала Советскому Союзу. На 90% обеспечила снабжение в рамках войны Советского Союза. Сейчас точно такая же ситуация, только зеркальная. Именно нацистский режим, который был сформирован в России, атакует цивилизованный мир, право жить свободно. И сегодня сформирована точно такая же антипутинская коалиция. Но только в антигитлеровской коалиции никто не ставил вопрос, надо ли вам эти танки или не надо. Их давали здесь и сейчас. А сейчас возникает резонный вопрос у людей почему-то. А мы вам разве должны танки дать? Нет, мы ещё не насладились, ещё раз повторюсь, мою любимую фразу сейчас. Мы ещё не насладились вашими страданиями. Так вот скажите об этом вслух, что вы здесь. И вот это выступление в Бундестаге говорит о том, что, к сожалению, часть элиты до сих пор искренне считает, что наслаждение страданиями Украины – это нормальная цена за то, чтобы жить в довоенных мировоззренческих позициях. Хотя те времена уже давно прошли. Окей, в любом случае лёд тронулся. Есть и государства, которые уже заявили и наверняка предоставят нам тяжёлую технику, в частности, Великобритания и Челленджер-2 танки. А за ними наверняка пойдут и леопарды, а также, возможно, другая столь необходимая техника. Михаил Михайлович, спасибо большое за участие в нашем эфире. Михаил Подоляк, советник глава, со-президента Украины, был с нами на прямой связи.